Красивая идея символического прощания с зимой стала частью международного межмузейного проекта «Сады света». В первую субботу марта в одно и то же время огни зажглись в парках Царского села, Варшавского музея «Королевские лазинки» и других. Эта идея пришла в голову моему коллеге из Германии. Этим летом я подписала такое соглашение с несколькими музеями европейскими, одним китайским. Это музей Бат Мускау в Германии, это музей Лазинки в Польше, Варшаве и музей во Франции. К нам скоро присоединятся еще коллеги из Японии и Англии. Мы решили проводить вот такую красивую акцию, которую придумал немецкий коллега в парке в один день. Таким Екатериненского парка еще никто не видел. Как правило, в темное время суток экскурсии там не проводятся, а сам парк осенью и зимой закрывают для посещений достаточно рано. Тем интереснее оказалось участникам вечера света в Царском селе пройтись по знакомым ландшафтам с разноцветными фонарями в руках и узнать, как же выглядят ночью самые знаменитые архитектурные объекты музея-заповедника – павильон Эрмитаж, Камеронова галерея и, конечно, Екатериненский дворец. Надо сказать, что количество посетителей в этот вечер удивило даже сотрудников музея. По словам директора музея-заповедника Ольги Таратыновой, в парк могло прийти и всего 50 человек. И хотя фонариков подготовили с избытком, огромной очереди, протянувшийся отказ до лицейской арки, не ожидал никто. Стоит отметить, что вечер света не стал для посетителей просто прогулкой в интересном антураже. Устроители акции в России, Государственный музей-заповедник Царское село, позаботились и об образовательной составляющей. Участников события сопровождали экскурсоводы, провожающие гостей по разным маршрутам. Но мы хотим показать с необычной стороны наш парк. Это сделано организованно, экскурсии с тремя разными маршрутами. Каждый маршрут имеет свой цвет. И в этот цвет мы купили такие китайские фонарики, которые выдаются каждому желающему и присутствующему. И по трем разным маршрутам они идут, видя друг друга издалека. И это создает такую красивую картинку, знаете, таких цепочек разноцветных. Вообще подобные световые шоу со свечами, факельным шествием и, как говорили во времена Екатерины II, потешными огнями проводились в Царском селе и раньше. 20-й век с его технологиями изменил форму проведения подобного праздника. Хотя в музее-заповеднике Царское село надеются достичь уровня мастеров пиротехников прошлого. Фейерверки и огненные праздники всегда были в императорских садах. И было это в Царском селе, и в большом количестве. И многочисленные описания этих праздников. И когда фонарики висели на деревьях. И когда их запускали вверх. Но мы, имея довольно строгие требования по пожарной безопасности, мы не можем себе это позволить. Поэтому у нас фонарики безопасные, а не с лампочкой. И мы только создаем такую вот, ну как сказать, картинку красивую. И даем какую-то информацию, может быть новый взгляд на наши парки. И в необычный сезон. Хочется как-то приход весны еще и отметить оптимистично. Но вообще все затеи огненные, фейерверки, это конечно наши. Это царская сельская, это история царского села. Они были очень изысканные. Я думаю, что мы даже не можем представить, насколько мастера 18 века в своих этих огненных затеях достигли какого мастерства. Потому что описания существуют, но ничего подобного в наше время я не видела. Нам еще работать и работать над собой. После осмотра достопримечательностей Екатерининского парка гости собирались на Треугольной площади, где в качестве кульминации праздника вниманию посетителей было предложено роскошное фаер-шоу – игры с огнем и фейерверками. Как уверяет директор музея-заповедника Ольга Таратынова, такую акцию можно будет сделать и ежегодной. Главное, чтобы она понравилась зрителям и собрала положительные отзывы. Если посетители одобрят, зимний вечер света станет еще одним цирскосельским обычаем. Если люди будут положительные отзывы и в интернете хорошие будут отзывы, мы готовы это делать каждый год. Это такой праздник все-таки, ну, начало весны, знаете, так долго ее ждали. Хочется как-то этот сезон немножко оживить и развеселить людей. Впрочем, недовольных в этот вечер практически не оказалось. Судя по отзывам людей, которые в первый день весны прошли по Екатерининскому парту с фонариками, в Царском селе появилась еще одна очень красивая традиция. Вам понравилось? Вообще понравилось. То, что вы увидели, какие у вас впечатления? Хорошие. Понравилось. А экскурсия как? Ну, мы здесь не первый раз, просто первый раз ночью, первый раз так все, необычно. В общем, понравилось. Тут хорошая такая обстановка, много всяких цветов. А еще мне понравилось ходить с такими шариками, потому что еще вдалеке было видно то, что люди, если эти шарики, как будто, ну, как молекулы, похоже на молекулы. Подсветки все эти, свечи, вообще шикарно. Отлично. Очень здорово. Очень поэтично, романтично, замечательно, очень интересно. Уникальная возможность увидеть прекрасный парк с неожиданной стороны. Да, очень неожиданно, очень так воодушевляет. Мы здесь все время гуляем летом, но вот в таком ключе еще парк не видели. Нам понравилось. Катерина Шейнина, Анастасия Ольшанникова, Федор Волков, Николай Чеклин. Служба информации, телерадиокомпания «Царское село». Катерина Шейнина, Анастасия Ольшанникова, Федор Волкова, 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 Федор Волкова,